Ни один грузовик с украинскими номерами не смог пересечь этой ночью границу с Россией и попасть на территорию Крыма. Перед пропускными пунктами соседнего государства скопилось уже около 800 фур с товарами. По данным МВД Херсонской области, проезд для грузовых автомобилей закрыт на всех трех КПП, ведущих на полуостров. Водители простаивают сутками из-за действия так называемого меджилиса крымских татар, который во всем поддерживает действия официального Киева. К акции присоединились и радикалы запрещенного в России правого сектора. Они установили на дорогах свои блокпосты. Между тем, власти Крыма говорят, что никакой угрозы для его жителей такая продовольственная блокада не представляет. Пострадают разве что сельхозпроизводители приграничных областей Украины, откуда хоть и не в таком большом объеме шли поставки продукции. Давно все крымчане к этому были готовы. У всех сетевиков давно заключены контракты с сельхозпроизводителями Крыма Российской Федерации. У нас полностью подготовлены все площадки для ярмарков сельхозрайонах, для того, чтобы крымские сельхозпроизводители могли сбывать без проблем продукцию, а, соответственно, граждане доступ имели к более дешевому продукту. То есть никакой проблемы на самом деле-то нет. Более бессмысленной, бестолковой акции я не видел. Крымские татары, живущие в Симферополе, Бахчисарае, выступили против инициативы бывшего Меджлиса, члена которого, к слову, сами давно покинули полуостров и теперь заседают Верховной Раде Украины. Их называют предателями. Возле дома одного из инициаторов товарной блокады Крыма прошел митинг. Его портрет демонстративно закидали яйцами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова